Как ожидалось, россиян не пустили на Олимпийские игры в Париже. Во Францию отправится всего 15 спортсменов в нейтральном статусе. От показа Олимпиады отказался Первый канал, Россия-1 и Матч ТВ. Трансляции с участием 15 человек посчитали нецелесообразным. Впервые за 40 лет Олимпиада не будет показана на ТВ. Тогда СССР и страны Варшавского договора бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в ответ на бойкот американцами летних Олимпийских игр в Москве. Пойдемте узнаем, что думают о этом саровчане и будут ли они смотреть Олимпийские игры. Не знаю, как получится. А что в целом думаете о запрете выступать россиянам в нейтральном флаге? Ну ничего хорошего в этом, конечно, нет, жалко. Ну за своих всегда придется посмотреть. Буду переживать в целом за нашу команду. Персонально нет. Будете смотреть? Буду. Знаете, нет, не буду. Из-за того, что нет коллеги? Да. Считаю, что это неправильно. Значит, будем смотреть, если наши будут. А на ТВ не покажут, только в интернете. Будете в интернете? Ну и в интернете посмотрим. А за кого-то, может, персонально переживаете? Нет, пока никого не знаю там. Кто там будет, не знаю. Нет, без России неинтересно. Спортсмены в нейтральном статусе будет 15 человек? Ну они же не будут защищать нашу честь. Ну, может быть, конечно, посмотрим. В зависимости от того, как они будут там выступать и показывать свои результаты. Но голосовать, скажем так, будет не за кого. Это печально. Не смотрю я, работаю далеко на севере. Ой, нет. Честно, не буду. По телевизору? А по телевизору не покажут. Ну а куда я пойду? Больше негде мне. То есть не будете смотреть? И по телефону не покажут, да? А в интернете нужно искать? Если найду, буду смотреть. Нет, не буду смотреть. А раньше смотрели олимпийские игры? Нет. Конечно. Интерес к олимпиаде не зависит от каких-то ограничений санкционного характера. Просто само по себе событие, оно, конечно, не может нас обойти стороной. Поэтому вся эта внешнеполитическая повестка, она как бы не сильно нас касается. Интерес к спорту, он не имеет каких-то политических особенностей.